Всем привет! С вами Йетти и в данном видео мы разберемся, можно ли накачать огромные скулы. Хотя, конечно же, речь в данном видео пойдет исключительно про жевательные мышцы, которые располагаются на нижней челюсти и создают такой брутальный внешний вид многим голливудским актерам. Что, в общем-то, действительно ассоциируется с мужественностью у большинства людей. И многие подростки сейчас мечтают о том, чтобы у них были черты лица, похожи на тех актеров, за которыми они наблюдают во многих сериалах и так далее. И широкая, увесистая нижняя челюсть действительно может являться признаком привлекательности. На самом деле, не буду этого отрицать, не знаю из-за чего. Из-за своего природного происхождения, то, что это является признаком какого-то там хорошего гормонального статуса и здоровья. Либо из-за того, что это навеяно, опять же, какими-то различными фильмами, где, опять же, набирают актеров с подобной внешностью и дополнительно еще и гримом выделяют эту часть. И поэтому люди, которые имеют нижнюю челюсть, маленькую, неразвитую от природы генетически, хотят всячески ее увеличить. Я вот такой ерундой не маялся, хотя у меня, в общем-то, нижняя челюсть действительно маленькая. То есть у меня маленький узкий подбородок и так далее. Может быть, я из-за этого бороду ношу, не знаю. На запись данного видео меня натолкнул следующий эксперимент. В общем-то, один из блогеров показал, как за два месяца он с нуля вырастил огромные челюсти. Давайте посмотрим и затем я разберу, как он это сделал. И, в общем, по сути всех этих методов, я хочу сказать одно. Они мне, например, не близки по душе. То есть, если разбирать каждый из них, он реально геморрный или неподходящий, или у него есть какие-то нюансы. Какой-то из них дорогой, какой-то из них примитивный, глупый и травмоопасный. Какой-то из них сложно контролируемый. Как-то так. Так вот, что вообще, к чему я этот ролик снял. Совершенно недавно мне пришла просто гениальная, охренительная идея. И я решил ее проверить. То есть, я придумал способ, как можно накачать скулы. Шестой способ, именно мой. И то, что он работает, я вам докажу. Я врубаю режим оборотня. Я себе дал 2 месяца на то, чтобы сделать свои скулы просто гигантскими. Чтоб все просто резали взглядом от одного вида моих шикарнейших скул. Посмотрим, что с этого получится. А вы, дорогие друзья, будете за этим наблюдать. А, да, кстати, для того, чтобы лучше отслеживать свои результаты, мне понадобится сбрить городу, что я и сделаю. Итак, погнали. Дорогие друзья, вот я побрился. Можете посмотреть, видите, погладко. Ну что, через 2 недели я вам с ним следующий результат. Вот прошло уже 2 недели с того момента, как я начал качать скулы. Уже прошло ровно 30 дней с начала того, как я начал качать свои скулы. И самое главное, вы просто посмотрите. Визуально мое лицо стало более прямолинейным. Всем привет, друзья. Сегодня уже 40-й день, как я качаю свои скулы. И то, что он работает, я вам докажу. Это скулы богов. Ты восхищён, бро? Конечно, ты восхищён, Вася. Хотя, я единственный, кто это делает в Ютубе. Увеличивает рост, бороду, волосы, скулы, что угодно. В последние дни, кто меня видел, все просто не узнавали, говорили, что с тобой произошло. Наконец-то я смог достигнуть этого результата, как я всегда и хотел. Просто мутантские, огромные скулы. И это всё за 60 дней. Так что, если я со своим треугольным лицом смог добиться такой формы, то что говорить про вас, дорогие друзья? Как вы уже, наверное, поняли, затем он сказал, что вы можете заказать, приобрести мою уникальную методику по тренировке челюстных мышц. И таким образом, в общем-то, вы себе вот сделаете нечто подобное. То, что он продемонстрировал. На самом ли деле так произошло. Я понимаю, что многих людей это действительно удивило. Судя по всему, люди на это ведутся, так как большое количество лайков стоит, большое количество комментариев, которые в недоумении, как такое произошло, как он это смог получить. Но я бы хотел раскрыть данный секрет данного конкретного видеоролика и ответить на вопрос в конце. Можно это сделать или нельзя? Или что-то подобное хотя бы сделать? Также хотел вам порекомендовать ознакомиться с каналом Алексея Большакова. Обзоры на фитнес-блогеров по ссылке в описании. Так вот, обратите свое внимание, как записывалось данное видео и каким путем он мог получить эти огромные челюсти. Понятное дело, что это, скорее всего, не импланты, не какая-то хирургическая операция и так далее. Давайте обратим внимание на самое простое. Первое видео, на котором он объявляет о начале эксперимента. Ракурс съемки ведется сверху. То есть, его нижняя челюсть априори из-за такого ракурса съемки находится в невыгодном положении. Она кажется узкой по сравнению с лбом. Лоб действительно расширяется из-за того, что камера находится ближе к нему. И соответствующий наклон камеры и ее положение в пространстве обеспечивает вот такое восприятие лица, что нижняя челюсть у него маленькая. То есть, я могу, в принципе, сфотографировать свое лицо в трех ракурсах. Снизу, сверху и по центру. И вы заметите огромную пропасть между этими снимками. То есть, лицо действительно очень сильно меняется. Так вот, когда мы снимаем сверху и под наклоном вниз, у нас расширяется лоб. Нижняя часть лица будет суживаться. Поэтому кажется, что у него челюсть вообще никакая. И как же он получит такой результат? Кроме того, здесь можно обнаружить, что свет расположен снизу. А я вам хочу сказать, что это самое невыгодное расположение света. Обратите внимание на блики и на тени, которые отбрасываются. Так вот, если вы положите вниз какой-либо источник освещения и засветите свое лицо, как в данном случае, да, оно засвечено, поэтому на нем не видно каких-либо теней, то тени расположатся неестественно. Все это можно подкорректировать, в принципе, в программе по монтажу. И, соответственно, его лицо будет выглядеть совершенно невзрачно, каким-то отечным, заплывшим и так далее. Еще стоит отметить, что он мог попить перед этим регидрон какой-нибудь или раствор солей. Его бы залило на сутки. И вот отечное лицо, когда мы снимаем, оно в любом случае не будет выдавать никаких там четких теней и так далее. То есть, самые невыгодные условия для съемки он выбрал, для того, чтобы отразить, что его лицо абсолютно бесформенное и не выдаются абсолютно ни скулы, ни челюстные мышцы, мы их не видим. Что дальше произошло? Постепенно он ракурс съемки менял. Как мы видим, там на определенной стадии он начал уже снимать снизу. Начал снимать себя снизу, соответственно, в кадр попадает потолок. И многие люди на это внимание не обращают. Хотя ракурс съемки изначально был сверху. Если мы сравним размер его лба на первом снимке и на втором снимке, то сразу же придем к выводу, что, собственно, ракурс очень сильно изменился. Он начал снимать снизу. Соответственно, нижняя челюсть визуально расширяется, а лоб визуально сужается. Это уже ставит его в более выгодном свете отображение на камеру. Дальше. Что касается вообще последней стадии, она наиболее интересная. Во-первых, обратите свое внимание, по-прежнему он снимает снизу. Хотя это сейчас уже не совсем заметно. Потому что он снимает на нейтральном фоне. Еще и дополнительно кардинально улучшилось освещение. Плюс, не думайте, что случайно появился этот дым из дым-машины. Вот этот дым дает возможность создать мягкий свет. И вот этот мягкий рассеивающий свет изменит ваше восприятие текущей картинки. Этим пользуются в съемках фильмов и так далее. Но обычно дым не настолько явно заметен. Его все-таки рассеивают, успокаивают немножко, чтобы не видно было, как все дымится. Но, соответственно, это дает огромные преимущества перед тем, что он снимал ранее. Он снимал на нейтральном фоне. Он снимал в другом ракурсе. Он снимал с освещением снизу, а не сверху. Что дает неестественные тени, которые никогда в жизни не подчеркнут скулы. Кроме того, естественно, он засветил лицо, чтобы теней вообще никаких толком видно не было. То есть это изначально ужасная картинка, чтобы создать максимальный контраст в конце. Этот трюк уже разобран. Как можно с помощью рассеивания света, с помощью более качественного освещения, выделить свои скулы. Вот смотрите этот фрагмент. Это пенопластовые штуки, которые мы называем флаги. Продаются в любом строительном магазине. Одна сторона покрашена в черный, другая остается белым. И что происходит? Фронтальный свет, который светит мне прямо в лицо, попадает сюда и отражается. Этот свет мы называем заполнением. Моя щека светлая. А вот у этого парня справа стоят черные флаги. И посмотрите, его щеки, они темные. Но у меня к вам вопрос. Вот если бы здесь не стояло никакого флага, и туда далеко много километров, ничего нет. Эта сторона была бы светлая или темная? Еще здесь, как видите, у меня стоит отражатель внизу. А вот у этого парня справа отражатель не стоит. И его тень под подбородком темная. И хорошо это или плохо, собственно, решать вам. Но с заполнением мое лицо кажется более свежим и молодым. А вот как это применять, в каких случаях решать вам. Но многие сейчас скажут, он же не получил такого эффекта, как у нашего героя, у которого челюсти просто перекрыли в ширину уши. Я могу сказать, что дальше в помощь могут пойти следующие методы. Это, во-первых, наложение какого-либо макияжа на лицо, либо грима, чем пользуются многие голливудские актеры. И как вы думаете, у Анжелины Джоли в фильме «Мелифицента» тоже вот такие вот скулы в жизни, да? То есть она всегда в таком состоянии ходит. То есть можно создать абсолютно любой внешний вид, в принципе, с помощью грима. Этот грим под правильным освещением не будет вообще никак заметен. Давайте тоже приведу такой пример, как девочки рисуют себе скулы специально. Даже если они полные, даже если они весят там за 100 килограмм, могут нарисовать себе скулы, и их лицо будет выглядеть худым. Вот обратите свое внимание, макияж просто размазывается по тем участкам, на которых нужно создать тень. И, соответственно, они эффективно этим пользуются. Если мы дополним к нашему герою макияж, то это даст еще определенные преимущества. И, соответственно, ему нужно было бы, скорее всего, еще потерять некоторое количество жидкости. Парочку килограмм хотя бы слить. Ну, ладно, это очень просто. Либо мочегонными, либо там пил много воды, потом стал пить очень мало воды. Соответственно, когда с вас выходит отек, ваши скулы, ваши все черты лица будут гораздо более заметными. Я это знаю, потому что я видел соревнования по бодибилдингу, даже участвовал как бы. Я прекрасно понимаю, как выглядит там лицо. И если вы поищите, вы найдете даже видео какие-либо бодибилдеров, как у них очень сильно как раз-таки эти челюстные мышцы видно, что они аж сечься начинают. И, соответственно, видно все кости у тех, кто на последней стадии там сливы. Соответственно, поэтому вы увидите более широкую челюсть только за счет того, что появился изгиб внутрь, который обусловлен тем, что вы слили лишнюю воду. Отек с лица ушел, соответственно, вы получили глубину. И это создает визуальный эффект, как будто вы что-то там накачали. Хотя это не так. Во время сушки вообще бодибилдера как бы немногие растут, чтобы вы понимали. Ну, то есть, когда сушатся к соревнованиям. В килограммах так точно уменьшаются. В мышечной массе тоже многие уменьшаются. Ну, почти все, скажем так. А в конечном итоге выглядят визуально больше, чем были на массе. Потому что на массе не было никаких точных контуров, теней, детализации и так далее. А вот рельеф визуально добавляет очень-очень много к внешнему виду. То есть, восприятие глазом становится такое, что человек после сушки только набрал мышечную массу. Хотя, на самом деле, это не так. Человек мог потерять даже пару килограмм мышечной массы. Мог даже 5 килограмм потерять. Но вам кажется, что он стал больше. Так вот, эффект, который вы заметили на видео, вызван обманом зрения. Исключительно. Возможно, он пожевал какие-либо эспандеры перед этим. Пожевал жвачку. Забил свои челюсти. Возможно, так. Чтобы чуть-чуть сильнее еще выступали. То есть, эти изменения вызваны исключительно освещением, гримом или макияжем. Сливом воды дополнительным. И так далее. Вот это очень сильно усиливает ваши ощущения того, что там изменения есть. Визуальные. Да, в конце концов, я хочу вам сказать, что эти мышцы можно накачать в реальных условиях. И действительно, если вы будете жевать эспандеры, жевательные такие, которые он, кстати, засветил в этом видео, то, возможно, эффект будет. Если вы будете часто жевать жвачку, то тоже, скорее всего, эффект будет. Потому что я это наблюдал. У людей, которые чаще жуют жвачку, у них, в принципе, как раз-таки эти мышцы более развиты. Даже видно в конце становится, как там все происходит, вот это вот сокращение. Бодибилдеры, которые много жуют, точно так же имеют огромную увесистую челюсть. Особенно жуют вот эту вот твердую пищу. Эти мышцы растут очень медленно, но они могут прибавить действительно. Но без соответствующей генетики вы вряд ли будете выглядеть круто. Вы можете просушиться и определенно это увеличит вашу челюсть визуально. Ну, то есть, создаст как раз-таки тень под скулой. Таким образом, эта челюсть будет казаться шире. И вы можете ее подкачивать, в принципе, прожевывая жвачку или жевательный эспандер, да, специальный. И, в принципе, на этом все. Но такого эффекта вы никогда не получите. И покупать у человека методику, который воспользовался кинематографическими приемами, ну, абсолютно бессмысленно. Да, можно просто усилить значительно этот эффект визуальный. Также я могу трансформации вам лепить, как тело преображается ввиду того, что человек выпятил живот, а потом он его втянул. Как он изменился за счет того, что мы его сначала поставили вплотную, без источника света, а потом мы направили свет сверху вниз. Очень сильные будут изменения, но это не говорит о том, что результат действительно такой выдающийся. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok